Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами! И сегодня, наконец-то, хочу поделиться, как всегда, пустыми баночками за конец ноября месяца. Я уже знаю, что многие уже сделали такие ролики, я ещё никак не мог собраться, но сегодня уже увидел, какое число, думаю, нет, нужно срочно уже делать такой ролик, чтобы вам уже тоже показать, что же всё-таки у меня закончилось за ноябрь месяц. Так что, кому интересное видео, приятного вам просмотра, и буду очень рад, если вы со мной останетесь до конца. И первое, что хочу, конечно же, показать, это, наверное, всё-таки и начну сразу показывать от Avon. Это у нас идёт из Kinsa Soft, думаю, все мы знакомы, гель для бритья из пенеком лугового. Очень классный продукт, очень её люблю, обожаю. Здесь идёт у нас 200 мл. Что бы я ни пробовал, где я бы не покупал бы именно гели для бритья, вот именно Kinsa Soft от Avon самый-самый лучший. Во-первых, что мне очень нравится тем, что его хватает на очень долго. Вроде 200 мл, вроде не так уж много, но его хватает почти на полгода. Это, конечно же, круто. Также достаточно просто-напросто немножко горошинки, чтобы распределить сразу по тем участкам, которые нужны, сразу побрить. Также очень хорошо распределяется, сразу начинается пеница. Когда мы бреемся, также очень хорошо всё сбревает, прям на нет. Нет ни раздражений, ни покраснений, никаких проблем нет. И, во-первых, что благодаря вот такому вот продукту у меня не так быстро появляется щетина. Так что классная штука, люблю и постоянно, конечно же, использую такой именно продукт. Так что, кто ещё не пробовал, попробуйте, я думаю, вы останетесь в восторге. Следующее, что у меня закончилось, также от Avon. Это у меня идёт гель для душа, кремовый эссенцис. Думаю, всем вы знакомы. Это идёт у нас Тропик с ароматом папайи и персика. Думаю, все вы уже пробовали этот гель. Хотя я хочу сказать, что гели действительно очень-очень классные. Хорошо пенится, хорошо очищает кожу, кожу не сушит и кожа очищённая. Также очень вкусный, приятный аромат. Очень люблю, конечно же, такие вот именно какие-то вот фруктовые, вкусные, такие вот сладковатые ароматы. Я просто в восторге. И, конечно, такие гели я кремовые использую больше на зиму. Во-первых, что сразу как-то вот напоминается какое-то вот лето, вот какое-то вот солнце. Вот именно благодаря вот таких вот гелей просто в восторг пользоваться. Так что, с огромным удовольствием я использовал именно вот этот гель для душа. Остался доволен, как всегда, потому что эссенцис я очень люблю. Так что 250 мл находится именно в нём. Так что очень классный. Кто ещё тоже не пробовал, попробуйте. Думаю, вы не пожалеете. Ну, я остался в восторге от этого геля для душа. Так же у меня закончилось. Это у нас идёт уже от Фаберлик. Это старая серия, можно так сказать. Это серия зима. И так же у меня закончился защитный крем для лица. 50 мл. Очень классный крем. Мне очень понравился. Он жирный. Хотя мне вот, что хочу сказать, не все жирные крема подходят. Потому что у меня жирная комбинированная кожа. И когда вот я наношу жирные крема, у меня сразу получается жирный блин на лице. И как-то вот не люблю такие крема, которые действительно очень идут жирные. Хотя этот жирный крем, но я просто остался в восторге. Потому что я действительно хорошо распределялся, хорошо впитывался. Не оставалось никакого блеска на лице. И не было такого ощущения, что хочется его смыть. И не было никакой липкости на лице. И даже не было ощущения, что у меня присутствует крем на лице. Так что очень я остался в восторге. И плюс мне ещё понравился аромат именно с этой серии. Так что крем, конечно же, бомбезный. Так что использовал с огромным удовольствием. Также у меня закончился... Это у нас идёт уже от Фармаси, изготовитель Турции. Это у меня закончилась умывалка от доктора Туна. Думаю, всем и знакомая умывалка. Это у нас идёт с дорогой серией 100 мл. Это у нас идёт для возрастной кожи. Так что тоже остался в восторге от этой умывалки. Потому что действительно хорошо очищает лицо до скрипи. И то, что меня очень радует, что он не пересушивал кожу, не стягивал кожу. И не хотелось сразу после него наносить какой-то вот крем. Чтобы именно как-то более размягчить кожу. Так что действительно продукт очень классный. Он идёт и гелевая консистенция. И его также очень надолго хватает. Вроде 100 мл, вроде небольшой такой вот тюбик. Но его тоже мне хватило почти на полгода. Вот вы представьте, насколько его можно использовать. И вроде такой вот небольшой. Даже мне как-то вот сразу как-то говорится, как-то уже приелось. Я уже думал, когда он уже быстрее закончится. Вот уже надоел. Так что хватает на доллар. Хотя я же говорю, недёшево стоит. Но вам хватит как раз на самый-самый раз. Так что сэкономить на нём можно очень хорошо. Также что хочу сказать, что если вы будете смывать это тёплой водой. Сразу хочу предупредить, что тёплой водой вы его не смоете. Нужно смывать летней водой. Именно такая вот чуть-чуть тёпленькая. Еле-еле. Тогда эта умывалка хорошо смывается с лица. Но если вы начнёте тёплой, горячей водой. Ничего не получится. Потому что это тоже очень круто. Потому что я думаю, вы все знаете. Что нельзя умываться слишком тёплой водой или горячей водой. Желательно умывать лицо прохладной водой. Или даже холодной водой. Так что эта умывалка приспособлена для холодной воды. Так что это, конечно же, просто круто. Так что всем советую. Действительно, эта серия очень-очень классная. Следующее, что покажу. Также у меня закончилось. Это у нас идёт... Думаю, всем знакомо. Есть такая у нас фирма. Вот. И сразу вот May. Да, вот такая вот фирма идёт. Это у нас идёт ополаскователь полости рта. И называется тропическая свежесть. Очень классный продукт. И вот здесь идёт 500 мл. Он сам идёт такого вот красивого фиолетового отлива. Очень, конечно же, классный. И я остался в восторге, что вкус... Если вот видно, что нарисован кокос, он действительно... И у него идёт вкус кокоса. Полость рта не щипет. Очень приятно в использовании. Хорошо освежает полость рта. Также зубы тоже становятся такие вот именно чистые. Дёсна не воспалённые после него. Так что продукт действительно очень-очень классный. Я просто-напросто остался в восторге. Вот. И я не ожидал, что есть такие продукты, которые действительно будут со вкусным сладким кокосом. Так что супер. Очень понравился. И будет, конечно же, хорошие акции на этот продукт. Обязательно ещё себе я приобрету. Так что всем советую. Действительно классный ополаскователь. Кто любит такую вот сладость, то как раз вот этот продукт будет идти именно для вас. И, конечно же, если вы любите кокос... Так же у меня закончилось. Это идёт у меня лак для волос. Я как-то показывал такой же самой фирме, только другой был аромат. Здесь у нас лак для волос с другим ароматом. Здесь идёт у нас натуральным экстрактом ромашки для ослабленных волос. Здесь у нас идёт сильная фиксация. Это четвёрка. И называется сама фирма Millennium. Что хочу сказать по поводу этого лака для волос. Если вы помните, я в предыдущий раз тоже говорил об этом лаке, что он мне не понравился. Во-первых, что мне не понравился аромат. Мне не понравилось, какой он был у меня на голове ощущения. Конечно, какая-то просто-напросто какая-то для меня была эта бяка. Ну и я приобрёл ещё один. Как-то была хорошая цена. Я решил сразу два приобрести. Ну и я думаю, может, этот не такой будет. Но оказывается, что этот лак такой же самый. Тоже очень неприятно пахнет. Удушливо пахнет. И, конечно же, я аромат ромашки здесь никакой не слышу. Но, опять же, какой-то вот химозный аромат в лака. Так что, тоже не в восторге. Опять же, задыхалась от этого аромата. И также по поводу фиксации. И также, чтобы прямо сказать, что очень классно фиксировала. Там прям не нравилось. И держалась на целый день. Нет, ничего подобного. Не держится целый день. И действительно на голове как-то получается как кирпич. Какой-то вот такой. Во-первых, что как кирпич. И плюс формы потом не держит. Всё, оно приплюснуто. И постоянно надо его это всё поправлять, чтобы как-нибудь его поднять. Так что, не ахти. И никому его не советую. Не понравился. Я же говорю, что два раза попробовал разных видов. Ни тот, ни тот не понравился. Так же у меня закончилась от Юнайс Мультибренд. Так же изготовитель у нас идёт Турция. Это у нас идёт серия Петит Мейсон. Это у нас идёт жидкое мыло для рук с ароматом и с экстрактом граната. Здесь идёт 300 миллилитров. Опять же, что хочу сказать, что, конечно же, пишется, что он у нас с гранатом. Здесь идёт у нас витамин Е и глицерин именно в этом жидком мыле. С одной стороны, это очень хорошо. То, что действительно, когда вот моешь руки, действительно хорошо пенится, хорошо очищает. И кожу не сушит. Не хочется после этого мыла идти наносить крем для рук. Из-за этого, почему так? Потому что здесь находится глицерин. Из-за этого, конечно же, не хочется идти мазать кремом для рук. Вот. Аромат совсем не пахнет гранатом. Он пахнет совсем по-другому. Но аромат очень приятный. Он именно идёт такой вот сладкий аромат. Какой-то вот мне он фруктовый. Даже более, как сказать, земляничный. Как-то вот земляника из вышня. И что-то вот с таким вот ароматом. Очень такой вот именно вкусный, сладковатый, кисловатенький аромат. Так что, кто любит такие вот именно фруктовые ароматы, то, конечно же, это будет для вас в самый-самый раз. Очень круто. Но, ежедневно, мне понравился, что сам продукт, что аромат. Я остался в восторге. И сам по себе он идёт такого вот, если будет видно, розового цвета. Так что, классный продукт. И всем такой продукт я советую. Следующее, что закончилось. Это закончилось, наконец-то, у Фармаси. Из-за этого, видите, опять же, Турция. И я всегда его хвалю, каждый раз. Потому что, действительно, продукт очень классный. Я остался в восторге. Это у нас идёт Мистер Вайпс Биохом. Это средство для дома. Да, именно бытовая серия у Фармаси. Это у нас идёт жидкое мыло для посуды. Здесь идёт 300 мл. Да, вроде такая баночка маленькая. И 300 мл. Как же ж на мало хватит. Вообще, какой продукт, да, как-то вот совсем бутылёк маленький, да, если так по сути вот посмотреть. Но что хочу сказать, что этот продукт, он очень сильно констрированный. Он очень такой вот прям сильно-сильно густой. Именно сам по себе этот продукт. Я им пользовался, хотя здесь видно, что 300 мл маленькая бутылочка. Я её использовал полгода. Вы представьте, я полгода использовал этот продукт. Я просто был в шоке. Я не думал, что действительно такое может быть. Очень хорошо очищал посуду. Как в холодной воде, как в горячей воде. Прям посуда до скрипи. Прям вообще просто хорошо очищает от любого жира. Это тоже очень круто. И также, что мне очень нравится, то, что действительно экономный. Что его достаточно немножко налить, чтобы помыть нормально посуду. Вот, потому что я сейчас пользуюсь, я думаю, все уже, ну, я думаю, немного, мало кто ещё знает. Пользуюсь уже, наконец-то, испробую Unice Multibrand. И с ароматом цитруса. Вот там, конечно же, бутылка большая. Да, именно очень круто. Всё, аромат очень классный. Но, опять же, мне не понравилось то, что он не экономный. Очень идёт большой расход. Потому что наносишь на мочалку, помыл две тарелки, всё, мочалка уже без мыла. Опять надо наливать. Здесь такого нет. Налили, вы можете, сколько у вас там грязной посуды, вы можете одной мочалкой с одним нанесением этого жидкости поменить всю посуду. Так что это очень круто. Также здесь идёт у нас аромат лимона. Ну, так как я не люблю ароматы в любом лимон, то я хочу сказать, что здесь его почти так сильно не слышно. Не очень выраженный лимон. Если мы нюхаем с бутылки, то мы его очень хорошо слышим. Когда мы начинаем использовать при мете посуды, этого аромата такого сильного не слышно. Так что это, конечно же, тоже большой плюс. Так что всем я советую. Очень экономный, хватает его на доллар. И действительно, очень-очень крутой. Это уже, я же, вру, испробовал на себе. Так что я уже знаю, что можно спокойно его приобретать. Так что если есть какие-то акции на эти продукты, вы не думайте, сразу приобретайте. Также у меня закончилась зубная паста от Фаберлик. Это активный ход для всей семьи из коры дуба. 75 мл. Думаю, все вы знаете эту зубную пасту. Я часто её показываю и всегда остаюсь в восторге. Потому что действительно зубная паста очень крутая, классная. Мне очень нравится. Хорошо очищает на целый день. Освежает полоцерта хорошо. И также, что мне очень нравится, то, что действительно, если у вас есть воспаление дёсен, благодаря вот этой зубной пасты, ваше воспаление дёсен всё пройдёт. Так что зубная паста действительно очень-очень крутая. Также мне, что очень нравится, что её можно просто вот так поставить. Также, что мне очень нравится, что она открывается очень легко и также очень легко она закрывается. И аромат просто мятный. Никакой зелени здесь нету аромата, никакого дуба, там, коры дуба, никакого тоже аромата нету, привкуса тоже такого нету. Просто вкус и аромат, как обычных зубных паст, которые идут с мятой. Так что, очень классная зубная паста, очень люблю и постоянно я её приобретаю. Также ещё одна зубная паста у меня закончилась. Это также моя самая любимая зубная паста от Фармаси, изготовитель Турция. Это, конечно же, идёт у нас Эвро Фрэш. Это у нас идёт Алое Вера Ель. Да, вот именно вот такой вот идёт у нас тюбичек. Здесь идёт у нас 112 грамм. Так что тоже здесь так вот немало этой зубной пасты. Очень люблю такую зубную пасту. Я вообще очень люблю гелевые зубные пасты. Но вот, чтобы я не пробовал гелевую зубную пасту, больше всего мне нравится это у Фармаси. Потому что, действительно, эти зубные пасты там очень-очень крутые. Сама по себе она... Ну, здесь, конечно же, то, что мне нравится, чтобы она тоже поставить. Но не нравится то, что здесь нужно её откручивать. Пока открутили, пока закрутили. Вот именно вот этот способ мне не очень нравится. Потому что хочется как-то всё побыстрее это сделать. Но сама она по себе такой вот идёт гелевая консистенция и зелёного цвета. Аромат именно так же пахнет вкусной мятой. И именно что, и когда я вот нюхаю вот этот аромат, и более вот мне напоминается детство. А почему напоминается детство? Из-за того, что когда-то были жвачки мятные. Вот. Именно действительно, когда нюхаю эту зубную пасту, действительно мне напоминает детская. Зубная жвачка. И, конечно, зубная. Слышите, про это говорить? Зубная. Жвачка со вкусом, с ароматом мяты. Вот именно вот здесь такой вот аромат. Так что очень крутая. Всем так же советую попробовать. И думаю, вы так же не пожалеете. Потому что у меня тоже была подруга. Ну и есть подруга, конечно. Вот. Она не любит гелевые зубные пасты. Но когда она попробовала именно вот эту гелевую зубную пасту, она осталась в истории. И теперь полюбила гелевые зубные пасты. Так что вот так. Что может быть всё-таки? Так же у меня закончилась от Фаберлик. Это у нас идёт, думаю, всем знакомый, диффузор. Это у нас идёт аромат для дома. Да, именно. Тут идут ещё пять палочек идёт. Это у меня идёт с ароматом красного яблока. Здесь идёт у нас, я не знаю, сколько здесь идёт миллилитров. Я уже не помню. Вроде сто миллилитров или сколько здесь миллилитров. Раньше я, помните, всегда рассказывал, что очень экономный. Надолго его хватает. Очень, конечно же, крутой. Тут опять же, он крутой. Я не спорю. Очень вкусно пахнет, распределяется по всей квартире и держится тоже аромат надолго. Но очень плохо то, что он быстро используется. Я не знаю, что её туда разводят, что-то добавляют. Но очень быстро выпарает. Растворяется, да, именно, что он быстро заканчивается. Очень быстро. Потому что раньше, я помню, мне хватало на три месяца. Сейчас мне хватает всего лишь его на месяц. Или даже, да, где-то на месяц мне его просто хватает. И всё, за месяц баночка остаётся пустая. Так что это, конечно же, большой минус. Из-за этого я сказал, что больше приобретать не буду. Потому что экономии никакой нет. И сейчас, в данный момент, он уже стоит не так уж дёшево, как стоил раньше. Так что, очень плохо, что они что-то добавили, что он быстро используется. А так, конечно же, сам продукт неплохой. Очень мне нравился. Также, как всегда, у меня закончилось от Фаберлик. Это у нас идёт, господи, Экспорт Фарма. Это, конечно же, мой самый любимый крем, антикрем-гель. Да, вот такой вот идёт 50 мл. Конечно же, я всегда же до последнего использую. Я её разрезаю, потому что, как всегда, как говорится, да, остатки сладкие. Так и здесь. Без этого просто никак. Очень много продукта остаётся. Из этого зачем же выбрасывать, если можно это всё ещё достать. Так что, очень люблю этот продукт, обожаю этот продукт. И постоянно его приобретаю. Если есть, конечно же, на складе. Без него просто не могу. Так, и следующее, что у меня закончилось. Это также от Экспорт Фарма. Это уже у нас идёт и СОС Ель. Думаю, тоже всем знакомый. Здесь идёт у нас 10 мл. Также я его уже использовал. Также разрезал. Очень тоже классный продукт. Постоянно его приобретаю, если есть он на складе. Очень классно распределяется. Опять же, быстро всё заживляет. И никаких проблем нет. Так что продукт действительно крутой. Также закончилось. Это идут у нас салфетки. Это также изготовитель Турции. Из Юна из Мультибренд. Называется Гиан. Вот такие идут у нас салфеточки. В салфеточках у нас идёт... Так, сейчас я посмотрю, сколько здесь штучек. Так, здесь идёт у нас 15 штучек. Именно в этой упаковке. Что хочу сказать по поводу аромата. Аромат, конечно же, желает лучшего. Он такой вот, какой-то мыльный, какой-то пудровый аромат. Но я не могу сказать, что прям такой вот в восторге. Хотя, я думаю, что будет каким-то вот пахнуть яблоком или зеленью. Потому что как-то вот именно упаковка зелёная идёт. Но он какой-то такой вот своеобразный. Ну и не ужасный аромат, но и не суперский аромат. Также сразу я тут покажу вам эту салфеточку. Я тут как раз оставил салфетку, чтобы вам показать. И идёт вот такая вот салфеточка сама. Также она небольшая. Вот, и где-то вот такая вот салфеточка. И плюс то, что они не очень сильно пропитаны. Вот мне очень нравится, когда салфетки идут очень хорошо пропитаны. Они не очень хорошо пропитаны. Ну, опять, руки вытереть, да, или так что-то, то, конечно же, можно. Но, опять, какая цена, такие и салфетки. Но себе больше такие салфетки я приобретать не буду. Так что, не, честно, салфетки как салфетки. Ну, за копейки, когда берёшь, то можно приобрести. Но такого ничего, прям всех естественного в этих салфетках я не увидел. Ну вот, ну, да и такое. Такое себе. Так же, что хочу показать, это закончилось у моей подружки. В подружке закончилась тональная основа от Avon True. Думаю, все мы знакомы. Это у нас идёт идеальное нанесение, да, которое хорошо распределяется по коже. И он адаптируется под ваш цвет кожи. Он идёт у нас ещё плюс с матовым эффектом, да, именно вот эта тональная основа. И это у нас идёт цвет натуральный. Так что, она очень любит именно вот этот продукт, очень в восторге. И постоянно у меня его приобретает. Так что, остаётся в восторге. Она использует её как и зимой, как и летом. Потому что, знаешь, что некоторым и не подходит на лето именно вот эта тоналка. Кому-то просто больше подходит на зимнюю погоду эта тоналка. Но ей она подходит как и на лето, и на зиму. То, что спокойно, с огромным удовольствием пользуется и постоянно приобретает. Ну, я думаю, вы часто замечаете, что я часто вам показываю в обзорах заказа Avon именно вот эту тоналку. И последнее, что я хочу также... Нет, даже перед последней я хочу вам показать. Также закончилась у меня мужская парфюмная водичка. Это от Unice Multi Brand. Вот здесь идёт у нас 40 мл в этой водичке. Я уже не помню, как называется аналог именно этой воды. Но у меня такая вода была именно настоящая. Там идёт такая вот именно бутылочка, такая прям конусная. И получается, что половина чёрная, половина с разводом красного. Типа вот такое вот именно красивое оформление бутылки. Только не помню название именно той воды. Вот, и также здесь такой же самый аромат, хотя здесь похоже, да, вот именно упаковка похожа больше на... Вот я вечно вот забываю. Ну, я думаю, вы поняли, на что похоже, да, именно с этим вот замочком, да, вот, так что... И на известного артиста, да, зарубежного. Я же говорю, вот забываю, вот. Помню, помню, потом вырубает. Ну, я думаю, вы поняли. Вот, так что приятный аромат. Я же говорю, что мне нравится такой аромат. Всё. Но он более подходит на зимнюю погоду. Он на тёплую не подходит. Очень удушлив. И раньше, конечно же, я его очень любил и был в восторге. Сейчас я чипперерос, или я не знаю. Но я его-то использовал, но... Ну, как-то вот и нету такого вот прям у меня вау, как было это раньше. Но аромат действительно очень похожий с оригиналом. Что да, то да. Это так и есть. Ну, и плюс-минус то, что мне она пришла бракованная. Она пришла вот... Вот такая вот крышечка. Прям всё полученное, потресканное. Вот такая вот мне пришла крышечка. Вот, сама по себе, конечно. Ну, с одной стороны, что это был подарок. Это я не приобретал. А мне как-то там какая-то акция была. И, короче, я получил её в подарок. То, понятное дело, за это я её не возвращал. Вот. Так что использовал. Аромат, конечно же, приятный. Я же говорю, что кто любит такие вот именно... Ммм... Такие ядрёненькие ароматы, то, конечно, да. Раньше я... Не знаю, как я раньше любил такой аромат. Я просто не понимаю. Сейчас как-то вот именно... Не помню, летом использовал такой аромат. Как я использовал? Я просто до сих пор в шоке. Вот именно, что для зимней погоды, действительно, этот аромат хороший. Потому что он идёт шлейфовый. И он не такой прям навязчивый. Он, наоборот, как-то вот приятнее становится, чем на тёплую погоду. Из-за этого вот именно пока вот начались холода, вот как раз я его и использовал. Это очень, конечно, хорошо. Постоянно носил с собой в сумке. Потому что он небольшой, многое место не занимает. Так что почему бы нет? Также закончился бальзам. Это у нас идёт бальзам для ВУП Биакон. Вот такой. Хотя здесь пишется, что тут идёт у нас блеск и объём. Но, ну, понятное дело, что объёма никакого нет. Мне объёма не нужно. То, что блеск есть, это да. Но, опять же, когда я его использовал, то просто-напросто, чтобы убрать блеск с губ, я, опять же, промакивал это всё салфеткой. И никакого блеска больше нет. Поэтому сам по себе бальзам Биакон очень, конечно же, прикольный. Действительно, хорошо, такой вот жирненький, хорошо впитывается. И долго держит увлажнение, питание губ. Пока вы не начинаете там пить, кушать, вот после этого, конечно же, надо опять наносить. Но, опять же, хорошо заживляет и быстро увлажняет губки. Нету трещинок на губках. Так что, действительно, всё очень круто и классно. Что сам бальзам очень-очень неплохой. Ну, тут уже сразу видно, что какой хороший бальзам, что даже аж прям до дыры всё это использовалось. Ну, аромат, конечно же, тоже такой, как... Господи, ну, такой, как обычный губных помад. Есть такие вот ароматы. Для кого-то они не очень будут нравиться, потому что они более-таки вот пахнут и старыми помадами. Мы когда-то, когда ещё пользовались мамы наши, вот такие вот ароматы в помад были. Вот именно вот здесь тоже такой вот похожий аромат. Но он, конечно же, не испорчен был, просто он сам по себе с таким вот ароматом. Ну, продукт действительно очень-очень неплохой. Так что, всё, мои хорошие. Вот такие были у меня пустые баночки за ноябрь месяц. Я надеюсь, вам было интересно, что-то, может, и полезно. И, конечно, как всегда, до новых встреч. Целую и люблю. Ваш Игорь. Пока-пока.